Разговор о том, что произошло в Гази, не должен отклоняться от двух путей. Во-первых, мы должны признать, что Палестина это мусульманская страна, оккупированная евреями, и что джихад на народе Палестины это индивидуальная обязанность, и что освобождение своей страны от евреев является для них обязательным до тех пор, насколько они могут. Хорошо, теперь они хотят сделать этот шаг. Что им нужно? Им нужно шариатское заключение, им нужно военное мнение, им нужно политическое мнение, им нужно медицинское мнение, и им нужно гражданское мнение. Хорошо, мои дорогие, откуда им взять эти мнения? Разумно ли, например, что они будут брать медицинское мнение у человека, живущего в Америке? Или шариатское мнение человека, например, не знающего их реального положения, живущего, например, в Малайзии? Конечно, нет. Эти мнения берутся у авторитетных людей Палестины, которые лучше остальных знают свою реальность, и знают, в чем для них польза и вред. Они рассмотрели этот вопрос, насколько могут, по шариату, а затем приступили к этой операции. Во-вторых, мои любимые, случилось то, что случилось, и произошло то, что произошло. Что мы обязаны делать, как мусульмане? Люди в этом вопросе разделились на три группы. Группа, которая поддержала своих братьев, группа, которая осталась нейтральной, и группа, которая начала нападать на своих братьев. Те, кто поддержали своих братьев, несомненно, совпали с шариатским мнением. Всемогущий Аллах говорит, а если они попросят вас о помощи в религии, то вы должны помочь. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, помоги своему брату, будь он угнетателем или угнетенным. Ваши братья ведут борьбу против иудеев, и если ты поможешь им, то совпадешь с шариатским мнением. Тот же, кто придерживается нейтралитета, совершил ошибку. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, кто бросит мусульманина там, где он будет нуждаться в его помощи, того Аллаха ставит без помощи там, где он будет нуждаться в помощи Аллаха. Третья группа, это те, кто нападает на своих братьев. Они сошлись с иудеями и встали на их сторону, даже если говорят, мы не такие. Потому что твоим братьям в такой ситуации нужна поддержка. А ты стоишь и делаешь то, что делают с ними иудеи. Ругаешь их, оскорбляешь, нападаешь и мешаешь им. Поэтому ты встал на сторону иудеев, хочешь ты этого или нет. И еще, мои дорогие братья, битва все еще продолжается. И есть очень много различных побед. Разрушение авторитета иудеев и непобедимой армии – это победа. Разрушение их экономики на многие годы – это победа. Бегство иудеев из Палестины в Европу без возвращения – это победа. Объединение мусульман – это победа. Байкот – это победа. Повторное возрождение палестинского вопроса в Умми – это победа. Возвращение духа джихада на пути Аллаха и его возрождение в Умми – это победа. Выявление тех, кто поддерживает иудеев из числа арабских сионистов – это победа. Форум победы очень много, мои любимые братья. Поэтому, если ты хочешь поговорить о проблеме Газы, не отходи от этих двух путей. Обязанность, которая была на них, и обязанность, которая лежит на нас. Продолжение следует...